Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы будем читать 12 главу книги Судей. В этой главе рассказывается о том, как была война Иефая с ефремлянами. Ефремляне, это колено Ефрема, еврейское колено, они стремились к первенству среди колен, и они были обеспокоены тем, какую власть набрал судья Иефай. И они старались оспаривать эту власть, вплоть до того, что они вступили в войну с этим судьею. «Ефремляне собрались и перешли в Севину и сказали Иефаю, для чего ты ходил воевать с амаликитянами, а нас не позвал с собою, мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе». На самом деле это был предлог, то, что он их не позвал, потому что мы имеем пример, когда Девора позвала ограниченное число из колен еврейских, а все остальные просто присоединились. «Ничто не мешало им присоединиться, поэтому это предлог». «Иефай сказал им, я и народ мой имели с амалитянами сильную ссору, я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою». Здесь он обращается к этому колену. «И пошел на амалитян и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною?» То есть, обращаясь к ним, он иногда говорит в единственном числе, то есть «ты не спас меня», а потом во множественном. «Зачем же вы пришли ныне воевать со мною?» Почему? Во-первых, его обвинение, что «когда я нуждался, ты не пришел». Что это значит? Вы все были единодушны в том, чтобы не идти на войну. А вот сейчас вы пришли, у вас как бы нет такого единодушия уже по этому вопросу, потому что с братьями-то воевать, еврею с евреем, это страшновато. Будет ли результат? Точно так же в Пятикнижии мы часто видим, что Господь обращается к народу еврейскому и говорит, «Ты, не вы, а ты, был выведен из Египта, ты проведен был сквозь море». И вот когда говорится «в единственном числе», Господь подчеркивает, что в какие-то моменты они были единодушны. А когда говорится «вы», вот это всегда плохо. То есть они не были единодушны. И читаем далее. «И собрал Иефай всех жителей галацких и сразился с ефремлянами, и побили жители галацкие, ефремлян, говоря «вы, беглецы, ефремовы, галааджи среди Ефрема и среди Манасии, и перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян. И когда кто из уцелевших ефремлян говорил «позвольте мне переправиться», то жители галаадские говорили ему «не ефремлянин ли ты?» То есть они там побросали оружие и в обычной одежде шли как будто на переправу. Там кто поймет, из какого он колена. А те, которые были на переправе, они должны были спрашивать их «не ефремлянин ли ты?» Он говорил «нет». Они говорили ему «скажи, шибобалет». То есть это был тест. А эта группа ефремлян, ну как у нас вот в Ивановской области, все окают. А вот народ ефрема, они не могли произносить именно «ше», звук «ше». Они говорили «не шибобалет», а они говорили «сибобалет». И этот тест они не выдерживали и не мог иначе говорить, потому что у них вот этот звук, он как-то выпал. «Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан». То есть тест не прошел. «И пало в то время из ефремлян 42 тысячи. Ифай был судьей Израиля 6 лет, и умер Ифай, галатитянин, и погребен в одном из городов галатских». Кто-то может сказать, что это очень жестоко. Но давайте вспомним, чем угрожали ефремляне. «Мы тебя сожгем в твоем доме». Если они так говорили, наверное, они могли так поступить. Далее говорится о малых судьях. Малые судьи. А после всего был судьею Израиля Эсефон из Вифлеема. У него было 30 сыновей и 30 дочерей. Отпустил он из дома. Что значит отпустил из дома? Замужество. А 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих. И был судьей Израиля 7 лет. Ну, неплохо. Казалось бы, о человеке сказано очень мало. Никаких подвигов. А это не подвиг. 30 сыновей. 30 дочерей. Это тоже подвиг. И не без Божьего благословения такое происходит. А 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих. И был судьей Израиля 7 лет. И умер Эсефон и погребен в Вифлееме. А после него был судьей Израиля Илон Завулонянин. И судил Израиля 10 лет. И умер Илон Завулонянин. И погребен в Вавилоне, в земле Завулоновой. Но тут вообще ничего хорошего не сказано. Но был как бы и не был. То есть, номинально был судьею. А в чем он заключается? Ни детей у него не было, ни дочерей, ни сыновей. Это плохо. Далее. После него был судьей Израиля Авдон, сын Гелела, пирофонянин. У него было 40 сыновей. И 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. И умер Авдон, сын Гелела, пирофонянин. И погребен в пирофоне, в земле Ефремовой, на горе Амаликовой. Но это уже неплохо. Неплохо. Столько детей, столько внуков. Это был счастливый человек. Итак, мы видим, что амманитяне терпят поражение. И на передний план выходят филистимляне. Они, выйдя на передний план, станут наиболее опасными врагами еврейского народа. Филистимляне – народ, пришедший с запада, с островов Игейского моря. Поэтому они селились обычно у берегов Святой Земли. Они владели секретом выплавки железа. И поэтому имели военное преимущество над всеми обитателями Палестины, сообщают эту информацию ученые. То есть у евреев не было железа. У них были медные мечи, медные копья, медные наконечники стрел. Поэтому филистимляне, без сомнения, имели великое преимущество. И вот наличие железа, железные мечи, железные копья, железные наконечники стрел, железные колесницы – вот это очень мощное их преимущество, которое, может быть, и обеспечило то, что они очень длительное время господствовали над еврейским народом. Но об этом поговорим потом. Сегодня мы окончили с вами чтение 12 главы. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 13 главу этой книги. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok